Китай признал сотрудничество с РФ. Сложное решение для украинской обороны и оболочка реактора на Запорожской атомной станции повреждена. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Израильские войска покидают Газу, но не навсегда. Насколько мы понимаем, и судя по их публичным заявлениям, это действительно просто отдых и переподготовка для этих войск. Какие участки фронта силы обороны Украины будут больше оборонять и какие меньше? Возможно ли при этом потерять территорию? Да, безусловно, возможно, потому что противник может создать превосходство чего-то креста в 3-5 раз. Насколько велик риск ядерной катастрофы? Сегодня, впервые с ноября 2022 года, произошло по меньшей мере 3 прямых попадания в защитные конструкции главного реактора ЗАЭС. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наши каналы. Это правда очень важно. Поехали. Вооруженным силам Украины придется принимать сложные решения, а россияне ускоряют темпы наступательных операций. Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Украинским силам придется принимать сложные решения о приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения российского военного потенциала, либо планирования будущих контрнаступательных операций. Причиной являются затяжные дебаты в США вокруг пакета военной помощи. Помочь нам разобраться в том, какие решения можно назвать сложными, мы попросили военного эксперта Сергея Грабского. Здесь вопрос стоит, на каком направлении сосредоточить основные усилия в условиях ограничения поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки. То есть задача Украины, почему это сложная задача, быстрыми маневренными действиями и концентрацией других возможностей и ресурсов обеспечить стойкость обороны на том или ином направлении, на котором Россия попытается перейти в наступательную операцию. Возможно ли при этом потерять территорию? Да, безусловно, возможно, потому что противник может создать превосходство в силах и средствах в 3-5 раз. И в этом именно заключается сложность, то есть на каких направлениях Украина может гарантированно обеспечить стойкую оборону, на каких возможны изменения в линии фронта и в связи с этим целесообразность задействования определенного количества ресурсов. Ну, позволю себе, знаете, провести некую параллель с Авдеевкой, для того, чтобы пояснить этот пример. В Авдеевке, в общем-то, на пике боев действовало 3 бригады украинских сил обороны, которые отбивали атаки как минимум 10 бригад российских. Был ли смысл туда, в Авдеевку, перемещать дополнительные контингенты сил и средств? Нет, не было. Потому что угроза окружения, она всегда была, она всегда имела место. И кроме того, сейчас еще большое значение имеет создание инженерных фортификационных сооружений. Это тоже очень сложная задача, то есть на каком участке сконцентрировать максимум усилий, которые являются очень затратными. И эффективность их тоже не всегда очевидна, поэтому здесь и стоит именно такой трудный выбор, то есть определить направление главного удара. Чтобы именно на направлении главного удара в Украине, которая имеет достаточно ограниченные ресурсы, сосредоточить основную массу войск для обвития этого наступления. То есть Украина сейчас может часть оборонных нужд заполнить своим производством. А президент страны призывает давить на американский Конгресс, подталкивать их к правильному решению. Призывает он к этому на встречи с амбассадорами United24, известными режиссерами, актерами и общественными деятелями. Чтобы как раз сказать конкретно Конгрессу, если Конгресс не поможет Украине, Украина програет войну. И найти публичный формат этого. Если Украина програет войну, будут атакованы и другие страны. И это факт. И вы увидите, ближайшие недели Россия будет все больше и больше наполегливою. И будет втягивать ядерную оружие в это вопрос. Россияне тем временем изменили тактику ударов, пишет Financial Times. Теперь оккупанты высокоточные ракеты используют для уничтожения электростанций в районах, менее защищенных системами противовоздушной обороны. Взрыв на Запорожской атомной электростанции повредил оболочку реактора. Об этом сообщают в МАГАТЭ со ссылкой на главу организации. Говорят о трех прилетах. Был нанесен ущерб зданию, в котором находится один из реакторов. Но ядерная безопасность нарушена не была. Сегодня, впервые с ноября 2022 года, произошло по меньшей мере три прямых попадания в защитные конструкции главного реактора ЗАЭС. Купанты заявляют о попадании дронов-камикадзе в купол шестого энергоблока реактора. Также заявляют о ранении трех сотрудников. Представители Росатома пишут, что нет угрозы безопасности станции. А в МАГАТЭ атаку называют серьезным инцидентом, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора. Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность. Миллион рублей каждому якобы пообещали террористам из Крокуса. Не дать забыть о Крокусе – главная цель российской пропаганды, видимо. Ведь они теперь нашли неопровержимое доказательство причастности Украины. Кроме видео и фотографий, как говорят пропагандисты националистического характера, которые были найдены в телефонах нападавших, их еще и должны были сопроводить до Киева и дать один миллион рублей почему-то. Сопроводить до Киева их должен был куратор с популярным для Украины именем Сайфуло. На той стороне для террористов, как выяснилось, готовили сразу два коридора. Наши спецслужбы зафиксировали активность ВСУ по разминированию вблизи приграничных поселков Чуйковка и Сопыч Сумской области. Места эти глухие, густой лес. От ближайших населенных пунктов в России до границы не больше четырех километров. Здесь террористы должны были сжечь автомобили, идти пешком по командам все того же Сайфуло. Он нам сказал, уйдите в сторону Киев и когда доброетесь до границы, недалеко от границы, бросайте своих мужчин и отгорите меня. Я вам дальше помогу. Сайфуло говорит звание, потом я буду говорить чудо. В целом выглядит, конечно, как попытка притянуть за уши, но там все обычно так выглядит. Китай не собирается прекращать нарушать санкции. Там заявляют, что сотрудничество с Россией прекращаться не должно. Даже несмотря на санкционную политику США. Что касается финансового сотрудничества между Китаем и Россией, я ссылаюсь на соответствующий опыт. В принципе, нормальное сотрудничество между Китаем и Россией в различных областях не должно быть нарушено или ограничено. Напомню, сотрудничеством Китая и РФ встревожились снова в Вашингтоне. Госсекретарь США еще раз предупредил компании, которые помогают России товарами и технологиями для ВПК о санкциях. И заявил, что Китай помогает России, цитирую, в масштабах вызывающих беспокойство, предоставляя инструментарий и технологии. Израиль собирается вывести войска с юга сектора Газа. Но не все так просто, считают в Пентагоне. Израильская армия уходит для того, чтобы вернуться. Насколько мы понимаем, и судя по их публичным заявлениям, это действительно просто отдых и переподготовка для этих войск, которые находятся на земле уже 4 месяца. И не обязательно, чтобы мы могли сказать, что это свидетельствует о какой-то новой предстоящей операции для этих войск. Они находятся на земле уже 4 месяца. По нашим сведениям, они устали. Им нужно переобуться. Тем временем в Нью-Йорке у здания Организации Объединенных Наций прошел митинг с призывом освободить израильских заложников, все еще удерживаемых Хамас. Весь мир должен оказать давление не на Израиль, а на Хамас. Мы наблюдаем резкий рост антимусульманского фанатизма. Это прямой результат войны Израиля с Газой. В Польше накануне в воскресенье прошли местные выборы. Они стали индикатором политических настроений в преддверии европейских выборов в июне. Некоторые участники использовали эти местные выборы в Польше, чтобы заявить о своем евроскептицизме. По данным опроса Евроньюз, правое крыло в Европе набирает силу и популярность. Это изменение можно увидеть и на примере Польши. Самое главное, как можно скорее начать кампанию по выборам в ЕС. Прежде всего информационную, показывающую, что действительно зависит от Польши в Европе и что мы имеем благодаря членству в ЕС. Я думаю, что польские женщины и мужчины забывают о таких базовых вопросах, связанных с качеством демократии. Именно благодаря давлению институтов ЕС разрушение верховенства закона в Польше не было принято. Продолжение следует... Чтобы показать и рассказать, что они не такие страшные, что они успешные. У нас очень сходят. Есть метки с GPS. В этой капсулі он взимовал в холодильнике у нас. Гарненько, Жанчук. Так, он такой гарнень. Дивите, какой он жирный. А шерстка, яка в него розчислена. Я буду не опекувати. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, пожалуйста, первый волосый. Он не хочет лицет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА спасибо что смотрите спасибо за доверие жду ваших комментариев лайков и репостов это важно для того чтобы нас с вами становилось больше ведь youtube тогда понимает что это видео можно показать всем но у меня на этом все до встречи и хороших вам новостей а